Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя! Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин Сибиряк. Главный барин. Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухи, засевшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать. Это был край света. Совершенно особый мир. Страничка из русской истории 17-го столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития. А Грязнуха оставалась все такой же Грязнухой. Чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитием. Около двух лет назад пришел какой-то поселыцик Евстрат. Темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска. Высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухи и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня. В ней все жители носили одну фамилию – Евстратовой, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, когда всего в версте от нее великолепное светлое озеро провизжаясь, таким удобным берегом для селисьбы. Но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается почащим и зарослям травленный волк. Ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрат не ошибся. Он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь Евстратовых дворов тридцать. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру. Не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе Грязнуха решительно была никому не нужна и сама ни в ком не нуждалась. Мимо нее никто и никуда не ездил. Не было здесь никакого торжка. Одним словом, как есть ничего. И все эти Евстратовы жили, наверное, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже самые всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и ленючие московские ситцы. Все ходили в домотканное пестрядине, носили домотканную сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами Грязнухи не бывали и боялись всего, что было за этими пределами. Это был родительский страх. Бывальцами в Грязнухе считались двое мужиков. Отставной солдат Македошка, отчаянный пьянчуга, и охотник Сысой, возивший набитую на озере Вижай дичь в город. Они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным. Мне случалось сразу два в лето приезжать в Грязнуху со специальной целью поохотиться на гусей, укрывшихся по ситникам и лавдам озера Вижая. Ситник – высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш. Ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько верст. Из ситника же образовались живые плавучие острова, это и есть лавды. Озеро Вижай разлеглось в азоих лесистых берегах на несколько верст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке душегубки. Эти ходы так запутаны, что неопытный человек мог по ним блуждать несколько дней, как по лабиринту, и все-таки не выбраться бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь – старошкая, умная птица, и не будет видеть гнезда в сомнительном месте. А здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один сысой. Итак, я подъезжал в осенний денек к грязнухе с тем чувством, как будто погружался в глубины семнадцатого столетия. Стояли светлые сентябрьские дни и бабьего лета. Узкая проселочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения, точно его била жесткая лихорадка. Пенье, коренье, каменье и непролазные великие грязи, как писали приказные из Москвы. «А застанем мы сысою дома?» – спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство. «Куда ему детство, сысою?» – уверенно ответил бывалый городской человек. «Известно, дома». Тоже особенность грязнухи. Всегда и все были дома. Следовательно, и сысой должен быть дома. У грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото. А в болоте рассаживались без всякого плана десятка три изб. Да и те по русскому обычаю задами к реке. Изба сысоя стояла в стороне. Мы к ней подкатили, обратив на себя внимание одной только собаке Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость – солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку. Время – самое неуказанное для такого занятия. Сам сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами, даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль. «Ах, братец ты мой!» – проговорил он наконец, крутя головой. «Да! Как вы насчет этого самого полагаете? Городской господин? Ах, братец ты мой!» Я ничего не мог полагать относительно этого самого. И Македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу. Точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека. «Ты бы, Македошка, шел домой!» – предложил сысой. «Только духу напустил своим винищем!» Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил. «Ха-ха-ха! Бабушка-то, значит, домна! Ха-ха-ха! Мелания, ты бы проведать ее сходила!» «Решилась, бабушка-то, совсем как полуумная ходит, верно?» «И то решилась!» – ответила сердит Мелания, гремя ухватом. «Эткое счастье Господь послал!» «Деньги куда-то спрятала, сама все яйца считает!» «Ха-ха-ха! А кто сруководствовал все дело?» «Все я, Македошка! На, получай! Да и не поминай лихом Македошку! Ах ты, братец мой!» «А Ермилку ты ж научил?» – спросил Сысоя, оставляя работу. «Ну, Ермилка-то другого поучит! Он, брат, сразу привесился! Шешнадцать целковых, и тому делу конец! Значит, два раза самовар наставляли, да вечером перме не делали, только и всего! Новую лошадь, слышь, покупают на эти деньги, и вот он какой Ермилт!» «Ах ты, братец ты мой! А бабушка дом нарешил с ума верно! Да, я заходил к ней, так она забился в угол, и от меня я так рукой... Уйди, солдат, уйди, грех! Ха-ха-ха!» Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись, ни с кем вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день. «Форсун!» — сердито ворчала Малания, когда дверь за солдатом затворилась. «Непутевая голова!» Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное, а Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста, плечистый мужик в полной паре. Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной целостностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоя служила только подспорьем, а по существу он был исправный работящий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карь и умные глаза, степенные движения, все говорило в его пользу. И баба у него была славная, все успевала сделать, и мужа обряжалась деревенским достатком. Все на Сысое было крепкое своей домашней крепкостью. Я заметил, что в грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысоя. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью. — Поедем на охоту? — спросил я Сысоя. — Поедем. Он ответил неохотно, видимо, ему было не до гусей, признак был плохой. Когда мы собирались выйти из избы, об окне показалась голова македошки. Маланья даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула. — Ха-ха-ха! Ах, братец ты мой! — бормотал он. — Сейчас бы уж у бабушки дом! Ха-ха-ха! То ли еще будет? Постой! Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, македошка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади. — Сбесился, крупа! — ворчал Сысоев, скидывая на плечо свое ружье. До озера от грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком карандашнике, то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная. Рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью не бывает крупной волны, как в Петровке, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов. — Кто-то приезжал на охоту, попробовал я догадаться. — Нет, нет, — уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. — Наезжали, господа! — Следователь? — Нет, как их назвать, не умею. Одним словом, чугунку нам хотят налаживать. — А-а-а… Для меня теперь стало ясно все, начиная с пьянства макидошки и кончая нервным настроением Малани. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмайке. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят. На Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. «Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами». «Птица грудится стала», — объяснил Сысой. «Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожатся». Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам до неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая, и как-то по-мертвому расходилась с жидкими морщинами. Точно это были конвульсии. Охота как-то не задалась. В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили. Потом мое ружье сделал осечку. Потом сысой промазал по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уж тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах. Потому что, видно, он сегодня относился к делу с самым обидным индоферентизмом. А когда нет священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных черка. Одна криковая утка и гагара. Последнюю сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье. Ну что же, остается ехать домой. Заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. Какая это охота? Сысой только тряхнул головой. – Домой воротимся? – спросил он точно в свое оправдание. – Воротимся. Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах. И это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. Эта последняя неудача сконфузила его, и он энергично выругался. – Ух, ё, ах ты, братец ты мой! – ворчал Сысой, загребая веслом. – Ведь вот поди ты, притча какая, а? – Ню! Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, Сысой заговорил с той особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли. – Что у нас делается, барин? Ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась. Ходим, как пьяные. То есть, такое дело, такое дело. Вон, бабушка дом насовсем спятила с ума. Видите ли, как оно все вышло? Народ, прям сказать, от пня, ничего не понимает, живем в лесу. А тут вдруг пали до нас слухи, ведут чугунку и прямо на нас. – Ну, ведут так ведут, наше дело страна. И что б ты думал, братец ты мой? Устигла она нас, чугунка, значит, еще как устигла. Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет. Там у них село, и значит, кабак, и значит, македошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а македошка на своей собственной лошади едет, и пьяный при пьяный, и песни орет. Избенка у него завалящая, женушка непутевая, хозяйство ухват до вилы. Тут прям на своей лошади. – Приехал он, и это бахвалится. – Народы, говорит, озолочу. – Известно, непутевый человек, зря орет, одним словом озорник. – Хорошо. – Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Говорит, пришла эта партия в Матвеева, и сейчас непременно начальник самовар. А самовар-то только у Ермилы. – Справный мужик, свой кабак содержит. – Хорошо. – Выпили, господа, самовар, а потом есть захотели. – А какая в деревне еда? – Ну, тут Ермила опять свою линию. Настряпал его иная хозяйка перменей и подает. Наутро опять самовар. А потом барин и говорит. – Сколько тебе следует, мил человек? – Ну, Ермила-то и ахнул. – Шестнадцать целковых, тоже совесть у человека. На полтину всего добра справил, а вон как завернул, тоже. И язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А македошка, значит, тут же толчется и все смотрит. Одним словом, пес кабацкий. И сейчас, напременно, македошка к партии пристроился. Партия идет, и македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст сорок, ну и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну а тут пересылку надо сделать. Опять македошка тут же. Барин-то и лошадь ему дал, езди, ищи. Ну, македошка и ездит. А поденщины ему три целковых. Это как по-вашему? В месяц ему таких денег никто не даст. Хорошо. Только ездил, ездил таким манером македошка. Напился как-то, да пьяный прилег к огню, и бок себе спалил. Сам-то чуть не сгорел, окаянная душа. Хорошо. И шо б ты думал, какую шутку уколол он, македошка? Горел-то он в партии, но начальник, который при партии пожалел его пса. Значит-то дал шесть целковых. Ступай, выздоравливай. А македошка уж весь вкус узнал и прямо к главному барину. Так и так чуть живота не лишился, а главный барин добреющий и сейчас непременно добывает четвертной билет и дает македошке. Но не поминай лихом. И сейчас македошка купил себе лошадь и прямо к нам в грязнуху пригнал. Сбесился человек. Слова у него пустые, а сатанел ездит по деревне орет. Всех озолочу. Ах. Сысой тяжело перевел дух, еще раз переживая все, что произошло. Нет, что он сделал опять македошка этот самый. Прожил это дня с два, деньги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо к главному барину. Сейчас в ноги, сейчас завыла. Так и так, муж помер. Запалил себе бок и помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы. Только не реви. Ну, воротилась она в грязнуху и деньги своему солдату принесла. Вот какое дело, барин. То есть, никто ума не приложит. Хорошо. Только дошла партия и до нашей грязнухи, а потом того, и сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин. Глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него не толченая труба, но и уважает свой карактер. Пожил у нас он дня с два, да. И нагляделись мы. Ах, что только было, братец-то мой. Деньгами так и сыплет. На, получай. Македошка тогда и научил бабушку домну. Ступай, бабушка, яйца продавать барину и проси с него за десяток четыре целковых. Ну, побежала старуха, показывает яйца. А барин есть сейчас деньги. Что ж это такое, а? По нашей-то цене всего восемь копеек они стоят. Да и то некому продавать. По осени вон я цыплят вожу в город. Так по пятачку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и жизнь свою денег таких не видывала. Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное, никто ничего не понимает. Как и что? А македошка? У македошки ошибочка вышла с барином. Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого. Барин в грязнуху, а он сейчас к барину. Да ведь ты помер. Никак нет ваше высокое благородие. И сейчас непременно говорит. Пожалуйте, говорит, за бесчестье четвертной билет. Ну тут уж главный барин растервенился и прям македошку в шею. Ах, что только было, братец ты мой, что было. Все мужики-то как оморошенные сделались, так и рвут. Ну а потом партия ушла дальше. Главный барин уехал, а мы вот остались. Опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки. Положение грязнухи действительно было критическое. И с своего семнадцатого века она прямо перешагнула в самый конец девятнадцатого. Одно появление главного барина перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога докончит остальное. Я уезжал из грязнухи с тяжелым чувством. Как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай, и озеро Вежай, и гуси, и вся обстановка семнадцатого века. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию Мамин Сибиряк. Сибирские рассказы. Номер карт 4817-7603-1059-6071 это Сбер. 2200-701-7829-8104 это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь мой ватсап. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok